Дворец Портовидное – традиционное место проведения соревнований разного уровня. Сегодня здесь проходит открытое первенство Ленинского округа под дзюдо среди юношей 2007-2010 годов рождения. На состязание приехали участники из 12 регионов России. Все юные дзюдоисты вышли на построение во время торжественного открытия турнира. Я вас всех последующих приветствую, в том числе и от главы Ленинского муниципального района Медсина Валентина и Голландия. Хочу пожелать всем успехов, удачи и хорошего сегодня всем настроения. Схватки на татаме проходили в двух возрастных группах в нескольких весовых категориях. Турнир проводится ежегодно и входит в список областных соревнований, которые влияют на присвоение спортивных разрядов. Наш турнир традиционный, его знают и уважают. Серьезное судейство, серьезные спортсмены прибывают уровня высоких. Победители призера этих соревнований – практически все первые номера Московской области Москвы. От Ленинского округа в первенстве принимали участие воспитанники спортивного клуба «Орленок». Они усиленно тренировались, чтобы достойно представить свой муниципалитет на домашних соревнованиях. Иван Дорогавцев занимается дзюдо уже 8 лет. Если боишься, ты не будешь спортсменом таким крутым. А если ты выходишь на татаме и выдаешь вещи, значит в тебе есть дух какой-то, ты можешь выиграть. Этот вид спорта можно применить для самозащиты. Он помогает мне продвигаться, становиться сильнее, лучше бороться, чтобы он мог и на улице защититься, и на соревнованиях выигрывать. Трибуны активно поддерживали дзюдоистов. Ольга приехала из Чехова и на этих соревнованиях переживала за своего сына Диму. Занимается давно уже, лет 5-6, наверное, то есть еще с детского садика. Ну не знаю, нравится, у него старший брат занимался, поэтому он пошел по его стаду. Чтобы одержать победу в своей весовой категории, дзюдоистам нужно было взять верх в определенном количестве схваток. У каждого спортсмена, если он доходит до финала, количество схваток разное. Один может одну схватку пробороться, проиграть и, так сказать, вылететь в соревновании. А те, кто ребята доходят до финала, примерно у них около 4-5 схваток. По итогам турнира все победители получили медали и кубки. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.